Космические фотографии уже давно не монополия метеослужб. Недавно биологи с помощью спутников дистанционного зондирования Земли подсчитали популяцию королевских пингвинов в Антарктиде. Сегодня на орбите трудятся три таких спутника — «Электро», «Метеор» и «Ресурс». Максимальное разрешение на нашем спутнике сейчас доступно — это «Ресурс ДК», по-прежнему космический аппарат. Разрешение в нем сейчас составляет от 3 до 5 метров. А это уже наша планета с высоты в 36 тысяч километров. Геостационарная орбита — картинка со спутника «Электро». Раз в полчаса этот спутник обеспечивает нам доставку на Землю информации, которую мы с вами можем наблюдать на вот этих экранах. Информация со спутников поступает сюда, в Центр оперативного мониторинга Земли, а уже потом рассылается по службам. Космос помогает даже в таком неожиданном деле, как поиск места обитания клещей, которых хотя и называют вестниками мая, однако с проявлением такого мая лучше не встречаться. А вот этого надо просто страшно бояться, потому что он и переносит клещевой энцефалит, и боррелиозы, и эрлихиозы. Боррелиоз, пероплазмоз, эрлихиоз — это далеко не полный перечень заболеваний, разносчиком которых является клещ. Но особо опасен энцефалит. Переносится тяжело и порой заканчивается летальным исходом. Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему. В результате у человека наблюдается паралич, онемение, потеря речи, потеря слуха, судороги. Если процесс развивается дальше, человек за одну-две недели погибает. Подцепить клеща можно где угодно. Причем в прямом смысле. Они не прыгают, как ошибочно думают многие. Они не нацепляются. Для этого не обязательно ходить в лес. Клещи встречаются даже в городских парках. Он на травинке выставляет лапки свои и ждет. Ими так вот сканирует пространство. И ждет, когда подойдет что-то теплое и живое. Традиционная география этих насекомых — Дальний Восток, Сибирь. Однако в последнее время специалисты забили тревогу. Клещи появились там, где о них вообще не слышали. Не только клещи, а клещевой энцефалит появились в районе Ханты-Мансейска. В Архангельской области клещей не отмечались. Сейчас там и клещи, и клещевой энцефалит. Разобраться с клещом Всемирная организация здравоохранения попросила питерских экологов, научные разработки которых известны далеко за рубежом. Это одна из них. Раки как индикаторы чистоты. В данном случае воды. Датчики на панцире раков — не опыты, а обычная кардиограмма. Вот это наши помощники, которые у нас служат в качестве биоиндикаторов. Если вода загрязняется немедленно, а вот, например, какой-то разлив, естественно, да, тут же возникает условие для развития стресса, а во время стресса всегда первая реакция — это учащение сердцебиения, которое и регистрируется нами в качестве сигнала тревоги. На проблему с клещами питерцы взглянули из космоса. Снимки с орбиты распространены инструменты экологов. Детальное изучение лесов в северных районах нашей страны показало, всему виной глобальное потепление. Зона леса все время видна, что продвигается на север. Мы же в своих исследованиях фиксируем увеличение так называемого вегетационного индекса по спутниковым данным. То есть, грубо говоря, это концентрация хлорофила, зеленого хлорофила в растительности. Это означает и удлинение вегетационного периода, и увеличение биомассы растительной. Данные со спутника позволяют не только рассмотреть местность в метровом разрешении, но и получить картинку с другими характеристиками, например, в инфракрасном диапазоне. Так, зная благоприятные условия для клещей, можно составить ареалы их обитания. Для размножения клеща нужны определенные условия экологические, то есть температурный режим и режим увлажнения. Также они предпочитают и определенные типы ландшафтов. И вот с помощью спутниковых снимков мы пытаемся определить эти ландшафты, их распределение вокруг города. Борьбу из космоса ученые ведут и с другими опасными насекомыми – саранчой. Остров Мадагаскар. Это была настоящая война. За ночь насекомые опустошали огромные площади. О нашествии крылатого фронта российские ученые предупреждали по космическим снимкам. Вот идет фронт саранчи. Видите, перед ней зеленая трава перед фронтом. Сзади все съедается абсолютно до нуля. То есть как огонь идет, как пожар. И, соответственно, это и видно из космоса. А это уже война с саранчой в России. Граница с Казахстаном. Страх наводит даже не количество красного на мониторе, а это и есть вредители, а реальная история. Стая саранчи пересекала асфальтовую дорогу, и по ней ехал грузовик с капустой. Саранча скользкая является, и грузовик посказнулся и перевернулся. Так вот, за время, пока приехала ГАИ, вся капуста в этом грузовике была съедена мгновенно. В начале лета группировка полезных для землян спутников пополнится конопусом. Следом на орбиту выведут ресурс П. На запуск конопуса и на запуск ресурса П нами и всей страной возлагаются огромные надежды. Дело в том, что, как было существенное увеличение орбитальной группировки, должно привести к существенному увеличению поступления информации. Причем эта информация в настоящий момент становится все более и более востребована. С запуском новых аппаратов точность снимков будет еще выше, до десятков сантиметров. Тогда можно будет с уверенностью говорить, Вся жизнь земли как на ладони. Если потребуется, помощь придет своевременно.